Хочу порекомендовать вам международный интернет аукцион Виолити. Там вы можете купить, продать по выгодной цене старинные вещи. Также рекомендую подписаться на YouTube канал Виолити. Все ссылки в описании. Привет подписчики, привет гости канала. В городской черте я нахожусь, я фотографию уже присылал этого домика. Рядом еще один есть. Сейчас мы их обследуем, посмотрим. Находок там сто процентов не будет, просто мы снаружи поснимаем его и внутри конечно же поснимаем, но издалека издалека показывает на то, что он весь разрушенный. Просто интересно как бы на память снять, на память снять так сказать. Там вся стройка идет уже, там высотные дома строятся, магазинчик рядом строится и остатки прошлого просто так снять на видео и вам показать. так что не переключаемся. Смотрим дальше. Была старая деревня. Была старая деревня. Была старая деревня. Ее вытесняют конечно же. Как птички поют. Слышно вам? Вот это многоэтажный дом. И вот этим домам тоже недолго осталось, я думаю. Скоро их попросят подвинуться. очень старая деревня. Это на карте 1852 даже она есть. Видите, вот на этом доме даже Дранко. Видите? Домик еще жилой походу. Хотя, не знаю. С такой крышей. Вот такие дела. Как птички поют. Прудик. Прудик старинный. Здесь колонка. Здесь хорошо натоптано. Видимо сюда еще на машинах подъезжают. Вот. Подъезжают на машинах. Вот здесь вот вырыта канавка. Не знаю как здесь пройти. Сейчас посмотрим. Где-то может мостик есть. Сам дом. Вот он. Такие дома, чтобы меньше разбирать, их сжигают. Их сжигают. Так же, как я вот сейчас вначале показал домик. В нем мы искали. Обследовали его. Его сожгли. И здесь этот пытались тоже сжечь. Не знаю. Если он внутри лезть сожженный, то я сейчас просто уйду отсюда сразу же. Малина разрослась. На всем участке малина разрослась. Везде просто малина одна. Весна. Травка уже вылезает. Это вот долбанная обстановка. Только такая неприятная в стране. Ну в мире вообще. С этим долбанным коронавирусом. Все он испортил. Вот. Наличники старинные. Видите? Дом очень старинный конечно. Сразу видно, что дом старинный был. Но его спалили походу. Сейчас заглянем вовнутрь. Там ничего не осталось походу. Вот такая печальная картина. Абсолютно сожженный дом. И видите? Очень просто это все увидеть. Снаружи горел. Снаружи горел. Значит это был поджог. Внутри. Там нету обожженных стен. Снаружи облили бензином скорее всего и подпалили. Остатки печки. Металлоломщики. Металлоломщики. Металлоломщики оторвали. Была подкова. Видите? Следы от подковы. Так что здесь уже побывали металлоломщики точно. Остатки подковы только. Градусник лопнул от температуры. Да, жалко, что его спалили. Печальное зрелище конечно. Странно почему-то вот эти вот листы железа оставлены здесь. Дверцы от печки. Дверцы от печки лежит металлическая. Это то, что внутри дома. Ну потолок рухнул. Сердак рухнул. Он весь внизу. Абсолютно. Ну что ж, тут делать нечего. Тут делать нечего абсолютно. Видите как все завалено. Когда он горел, видимо чердак рухнул вниз. Зонтик. Главное шторы. Смотрите, до сих пор шторы висят. Зонтик. Как его повесили, так вот он изгнил. Металл остался. Зонтик. 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 Ну что ж, ребят, вот ничего не остается уже от домов. Остально. Время берет свое, сжигают, потом сносят, убирают как . Ничего и не было строят. Естественно многоквартирные дома. Вот. Такие дела. Чаще сжигают. Уже казало время, что это происходит постоянно. А так, пока не сожгли, там ВИЧи поживают, побухивают, наркоманы заглядывают. Вообще аккуратно надо, ну вот если в городской черте остатки, где остатки прошлого остаются, заброшенные дома, расселенные уже, там такая публика-то иногда заглядывает не очень такая. Надо аккуратно быть. Вот такие дела. Как вам, ребята, новые реалии жизни? Самоизоляция, слова-то, знаете, такие. Раньше мы не употребляли такие слова-то, как все резко и быстро меняется, да? Загнали нас в квартиры, заставляют одевать маски. Все резко изменилось, да? Жили, не тужили, короче. Были всем недовольны. Властью. Там, зарплатами. Все у нас плохо. Всем мы недовольны. А оказывается, нормально было, ребят. Бывает и хуже, да, вот как часто. Е-мое, блин, офигеть. По пропускам ездим теперь, да? Два раза в неделю можно только выйти из дома. И то на три часа только. А скоро еще хотят браслеты одеть на ногу. Вот это концлагерь будет, да? Теперь неотъемлемой частью является... Мы нашили, кстати, масок. Смотрите, каких классов. Жена у меня нашила масок. Вот. Разноцветных. Черненькие, зелененькие. Очень, кстати, удобные. Закрываю. Здесь вот мы проволочкой здесь сделали. В машине-то я, естественно, без маски езжу. Это я так показать просто. Видно меня? Нет вообще? Вот. Это я в магазин просто еще буду заходить. И работа у меня такая, что людей там бывает много шарахается. А где эти люди шарахались до того, как пришли к нам? Неизвестно. Ой, вот так вот мы и живем сейчас. А что дальше будет, ребят? Ну что, переживем, вы говорите, не 41-й, да? Ладно. Ребята, мы идем копать металлолом. Не монета-поезд. Чисто металлолом копать идем. Рядом ферма была. Вот. Сейчас будем здесь обследовать. На разведку идем. Смотреть. Есть металл, нет металла. Искать именно место, где ну, как-то она ремонтировалась. Такое, где вот это вот такое. РММ было. Ремонтомеханический мусорский тепловой. Вот. Так что, кому металлокоп хочется посмотреть, пожалуйста, монет не будет точно. Здесь вот что-то такое. Прям звенит, как бы, таким, это, крупным. Крупненьким звенит. Все там? Копаем. Приехал я. Ну и чего, как успехи. Ты его вынул, да? Резиной, да? Копай, размер посмотрим. Без металлоискателя. Мы продвигаемся к ферме. Вот. Это такая железка. Огромная-огромная железка. Размером. На что похоже? На цепь. На цепь? Да. Похоже, говорит, на цепь. Нанавижу. Смотря сколько метров. А, да, кольцо вижу. Да. Опа. Вон, а, ну, кольца, кусочки. Но тут еще у нас. Еще есть, да? Да. О. Говорит, еще есть. А, вон, вижу, да, скрученная цепь. О, слушай. Вау. Нормально. Вау. Нормально.